Раны? Да. Урагинка это у пол для Сармедии была. Не помню? Про что? Про кого? Каких мужчин любит женщин? А, нет, не помню. За пару раз так все рассказал. О, сейчас запустят антрансляцию. Озеро, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, ванны-комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать контейдж. Согласен, пишет один из слушателей. Думаю, что девушки любят нас, лысых. Обожаю чат. Да, да. Вот, да, такое. Да. Это прическа такая. Я согласна. Модная. Сейчас модная. Ну, да, наверное. Ну, или очень коротко. Очень коротко. Я вроде как не бритый, а у меня там... Ну, да. Пишет, привет птицам. Воробьева и Соловей. Да, да, да. Хорошо. В дуэте сегодня. Анна Петровна, все в порядке? Кто-то в чате был на вашей встрече. Аберя будет. Такие длинные рекламы стали. Да, хорошо. Для станции, да? Ну, да. У нас везде реклама. У нас в 17 минут реклама. Везде реклама. Ну, и подвели итоги. Девушки любят лысых, веселых и умных. Спасибо. Спасибо, Людмила. Давайте на этом дискуссию считать исчерпанную. Временно прерванное. Ненадолго. Вернемся к ночи. Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением политолог Валерий Соловей. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Вы, когда анонсировали этот эфир, написали, что будет час исторического оптимизма. Где же вы его возьмете? В биохимии мозга. Дело в том, что оптимизм ищется не в окружающей нас ситуации, он исходит от нас самих, как ни странно. И это связано отнюдь не с этим призовом модным, коучей, что измени взгляд на ситуацию. Нет, это зависит от того, как работает ваш организм. Очень много людей с хорошей биохимией мозга, я по счастью отношусь к их числу, которые оптимистичны по самой своей природе. Но это одна сторона. Вторая сторона, что в том, что кажется мрачным и безрадостным, я на самом деле усматриваю, и я не ошибаюсь в этом, могу точно сказать, ростки надежды и ростки изменений. Я вижу это. Хорошо. Давайте поговорим про ростки надежды и изменений. В том числе вы анонсировали День гражданской солидарности у себя в Фейсбуке. И тут у меня сразу вопрос. А мне продолжать вас называть политологом? Или мне нужно вас как-то уже по-другому? Политиком называть? Ну, вы можете пока через запятую. Политолог, активист, общественный деятель. Конечно. Я пока не поменял амплуа. Ну и вряд ли аналитические замашки и академические привычки из меня удастся выбить до конца. Даже если очень стараться. Да, я предложил, но я, это было бы неправильно, мы, это группа активистов Москвы, Питера, Еката и ряда других городов, Пермина, допустим, предложили провести 29-30 ноября День гражданской солидарности. Что это означает? Что по образцу метропикетов, которые проводятся в Москве каждую пятницу. Вот сегодня как раз. Да, как раз сегодня, в настоящее время, пикеты проводятся в поддержку политзаключенных. Мы предлагаем провести акции, но по актуальной для той или иной местности, для населения, для общества тематике. Где-то это экология, где-то защита социальных прав, где-то защита против произвола власти и против полицейского насилия. Люди выбирают тему актуальную. Они выбирают форму. Это могут быть одиночные пикеты, это могут быть групповые пикеты, на которые надо подавать заявку. Вот в Перми там подали заявку на митинги. Пожалуйста. То есть они сами выбирают. Важно, чтобы мы все вышли, ну, в один день, 29-30 ноября, то есть в пятницу, в субботу, чтобы таким образом продемонстрировать, что мы не одиноки. То есть это попытка, я бы сказал, почти, да не почти, а первая в России попытаться наладить новую коллективную практику. Обратите внимание, что мы даже слово политика не используем, люди боятся слова политика. Мы это прекрасно понимаем. Мы говорим, что это гражданская активность. Мы выступаем как граждане, защищающие свои фундаментальные права по целому спектру вопросов. Вы выбираете сами, что вам защищать. Вы выбираете форму, в которой это делать. Главное продемонстрировать самим себе и в общем обществу, что мы есть, что мы не поодиночке, что нас на самом деле довольно много. И это начало, вот так начинаются большие перемены с первого маленького шага. А не страшно людей призывать, даже на пикеты выходить? Мы же знаем, как это заканчивается. Страшно, конечно, потому что мы предлагаем людям самим определить форму участия. Я написал, что это могут быть даже прогулки. Пожалуйста, это прогулки. Но если у прогулок есть какой-то смысл, гражданский, политический, я понимаю, что выйдут не по всей России. Ну, хорошо, там откликнется несколько регионов. Может быть, пара десятков, это было бы замечательно для начала. Но важно с чего-то начинать. Ладно, если мы берем Москву, то, как вы думаете, здесь какая самая актуальная тема? Мы в данном случае в Москве ничего нового не предлагаем. Мы или сами будем в метропикетах, или на 30 ноября подано несколько заявок на митинги против реновации. Тогда мы пойдем участвовать. Мы решаемся к реновации. Да, потому что изначально было понятно, что это будет проблема, ее удалось затушевать на какое-то время. Сейчас она возвращается в полном объеме. Или мы пойдем на митинг по реновации, встанем в метропикеты. То есть никому ничего не навязывают. Люди сами выбирают. А вот, ну хорошо, вот люди выйдут в скольких-то городах на пикеты. И вот, ну как бы, какой-то кипяй, может быть, не знаю, там, какая-то успешность эффективность будет оцениваться. Нет, это, нет, важен сам факт участия. Вы помните, как в спорте, главное не победа, главное, при той атмосфере, с чего мы начали наш разговор, в общем, довольно мрачный и пессимистичный, сам факт выступления уже является некоторым достижением. Помните, был фильм, который назывался «Встань и иди». Вот это то, что мы предлагаем, «Встань и иди». Затем последуют другие шаги. И вот так перемены, ну хотя бы в форме тех же дней, обратите внимание, это не дни протеста мы назвали, люди из слова «протест» боятся, дни гражданской солидарности, показать, что мы граждане, потому что по Конституции мы и есть источник власти в Российской Федерации. Мы. Мы сейчас прям Конституцию вспомнили. Вот как раз 12 декабря день Конституции, да, я надеюсь, что мы сможем и 12 декабря напомнить об этом. А вот когда вы говорите «мы», все-таки это что? Это как-то, не знаю, группа людей? Это группа гражданских активистов, причем многие из них не имеют отношения к политике, есть экологические активисты, есть активисты фактически профсоюзные, есть политические активисты, то есть это внепартийное, но участвуют представители различных политических организаций. Но это интересно тем, что это внепартийное. Обратите внимание, все формы активности, которые сейчас в России мы наблюдаем, они не инициированы политическими партиями, они все инициированы группами граждан или отдельными личностями. И мы предлагаем просто провести это скоординированно, никому не навязывая повестку, никому не навязывая лидерство, мы не говорим, что мы там из Москвы, мы предлагаем. А мне казалось просто это нормально, что политические партии не сами предлагают, а реагируют на то, что идет от граждан. Политические партии, а, боятся, это чистая правда, оппозиционные партии, б, они очень ревниво относятся к любым чужим инициативам. Вы это прекрасно знаете. Кто не под этим флагом, тот... Тут, по крайней мере, если не враг, то он не наш союзник. А мы говорим, у нас нет ни врагов, все, кто не против, но все с нами. Это вот так формируются гражданские коалиции, так формируются широкие общественные объединения, снизу. А чего боятся политические партии? Они боятся того, что подвергнут их, если не репрессиям, в полном смысле слова, то острастки администрации президента погрозить ту или иную партию, не будем называть их. Что же это вы такое делаете? Будь внимательнее, а то мы вас к выборам региональным не допустим, а то еще что-нибудь вам сделаем, нехорошее для вас сделаем. То есть Кремля боятся просто? Ну, конечно, боятся Кремля. У нас все боятся Кремля, у нас все боятся тех, кого мы называем силовиками, все боятся полиции. Но надо же избавляться от этого страха. Как так вышло, что к 2019 году у нас, ну, по крайней мере, по вашей оценке, нет ни одной политической партии, которая бы не боялась Кремля? А к этому мы шли, шаг за шагом, начиная с 2000-го. Это этапы большого пути. Мы можем их с вами, пожалуйста, сейчас вкратце привести. Все началось с того, что власть взяла под контроль независимые СМИ. Там можно к НТВ как угодно относиться, но НТВ обеспечивала широкий плюрализм. Власть взяла под контроль НТВ. Потом она стала брать под контроль выборы. Она взяла под контроль выборы. Потом она лишила нас самостоятельной повестки в любых СМИ. Ну, за исключением бумажных. Но бумажные СМИ с точки зрения власти не имеют никакого значения. Ну, эхо Москвы-то не забывайте. Эхо Москвы я не забываю. Эхо Москвы, кстати, оставили специально. И знаете, как мне это объяснили? А мы вообще хотим знать, что думают наши умные враги. Умные именно. Умные, да. Мы хотим знать, потому что это немаловажно для нас. Может быть, мы давно бы перехлопнули, но тогда у нас не будет представления вообще о происходящем в России. Потому что, когда вы избавляетесь от всех оппонирующих сил, даже не оппонирующих, а сомнительных с точки зрения власти, то вы искажаете обратную связь. Мы сейчас вынуждены прерваться буквально на пару минут. Если вы только что к нам присоединились, потом обязательно послушайте еще на Ютубе наш эфир с нашим сегодняшним гостем. Ну, хотя бы узнайте, почему эхо Москвы до сих пор существует. А мы вернемся через пару минут. Вот это, я понимаю, в чате уже обсуждают. Ну, конечно. Да? Ну, наши слушатели вас любят, конечно. Да, и я их люблю. Я отвечаю. Я с удовольствием прихожу к вам. Это редкая возможность спокойно поговорить. Именно поговорить. Редкая возможность по нынешним временам. Не кричать. Поговорить о том, что для людей важно. Да. Максимович, помаши звукорежиссера, чтобы он меня послушал, пожалуйста. Дорогой друг, ты меня слышишь? Слышишь меня, да? Нам тут пишут, что в Ютубе, я не знаю, скажите там техникам, почему-то идет канал только на какой-то на правый, идет звук только на правый канал, на левый не идет. Я не знаю, как это работает, но со звуком в Ютубе что-то не так. Спасибо большое. Вот, видите, я уже даже... Вот обратная связь, да. Не, я на таких эфирах, да, чат. Я была последним бастионом, кто сдался под Ютуб. Я был в ночной эфир. Я была против Ютуба, и до сих пор в ночном эфире против него. Ну, потому что ночь, радио, звук, это, ну, другая история со всеми. Я думаю, что понимаю вас. Пришлось подчиниться и мне тоже. Но ночью другой Ютуб, ночью другой чат, другие слушатели, все по-другому. Опять же, вот это время, когда можно поговорить. Это вот за это я люблю, конечно. Мой эмалетный фейерверк гарантирует отличное предновогоднее настроение. Ведущий и режиссер вечера Андрей Слепа. Билеты в кассах Крымовского дворца и на сайте Тикиплент категория 6+. Продолжается программа «Особое мнение». Валерия Соловей, Ирина Воробьева здесь в студии. И два главных слова 2019 года, как вы, наверное, знаете, это пожары и протесты. Да, согласен. И тут про пожары я не буду спрашивать. А вот про протесты интересно. Во-первых, тут пишут нам, что вот, мол, обещали, что осень будет богата на протесты, где же они? Но ведь они есть, просто не в Москве. Во-первых, о них просто не знают. О них просто не знают. На самом деле большое количество протестов. Кто здесь знает о протестах в Элисте? О, ну, в Элисте это, наверное, все-таки знают. А это в Элисте знают, но не знают здесь. Не знают даже в Москве, не знают в Центральной России. Они же беспрецедентны для Калмыкии. Беспрецедентны. По массовости. По массовости. Кто знает о митингах, которые прошли в последние выходные с Иктывкарь и Карабаново, антимусорных митингах? В Иктывкарь вышло 5000 человек. Город со 100-тысячным населением, если мне помните. Это огромная доля. А в Карабаново, где 15 тысяч, вышло 3000. 3000. Они выступают. Кто об этом знает? Вот для этого власти нужен контроль над СМИ, чтобы никто ничего не знал. А то, что проходило в Москве в июле, августе, это же настоящий городской локальный кризис. А то, что началось с Еката, помните, против храма, потом дело Голунова в Москве, это все накатывалось весны. А ШИС, который уже больше года сопротивляется, это беспрецедентно для России. Если мы не знаем, это не означает, что этого нет. Это существует. Это развивается. И посмотрите, метропикеты, которые мы с вами упоминали, начиналось с 17 станций метро, сейчас 57, и все больше людей выходит. Вот стихийно образуются горизонтальные связи. Вот эта гражданская солидарность, она есть. Ее просто надо продемонстрировать и показать людям, что существуют различные формы реализации, и что не надо бояться. Ладно. А вот когда это все будет происходить, вот это 29-30 ноября, вы же потом наверняка будете... Мы надеемся. Если, когда... Конечно. Вы же наверняка потом будете смотреть, с какими темами выходили. Конечно, мы будем смотреть, с какими темами, что актуально, в каких. Предлагать наиболее эффективность, с нашей точки зрения, идеи и формы. Да, это обычное подведение итогов и распространение передового опыта гражданского сопротивления. Это такой социологический опрос, получается, по факту. Да, это опробование новой массовой практики. Понимаете, политика существует только там и тогда, где существуют массовые практики. Вот то, что мы наблюдали в Москве в июле-августе, это была довольно новая массовая практика. Потому что это был децентрализованный протест, чего мы не видели. Да... А в 2011 году мы раз в другое что-то видели? Мы видели децентрализованный протест только несколько дней в декабре 2011 года. А потом в 2012 году мы увидели вполне себе централизованный протест, с которым было легче справиться. Так и сейчас тоже, вот у нас летом были протесты, а сейчас в ноябре, ну вот метропикеты у нас. Все. Метропикеты. А вот мы посмотрим, что будет дальше. Ну, знаете, это как-то вот в стиле главного редактора в Москве. Будем наблюдать. Нет-нет, я никогда не говорю, что наблюдать. Бывает вито-контемплятива, жизнь созерцательная, бывает вито-актива, жизнь активная. Я не призываю быть созерцателем, я призываю в этом участвовать в меру тех сил и храбрости, которые каждому из нас отпущены. Ладно, а вот по итогам протестов летом мы же знаем, что к оппозиционерам предъявили довольно большие иски, их много было. Вот сегодня один из исков не стали рассматривать в суде, поскольку истец снова не явился, это была служба такси. И сразу возникает вопрос, как вы думаете, они, ну, это технические, там, техническая проблема, ну, там, не знаю, кто-то не пришел, забыл и так далее, и они просто испугались. Да я понятия не имею, честно. Я могу допустить и то, и другое, и это будут равнозначные предположения. Хорошо. Довнозначные по силе. Но ведь служба такси – это коммерческая структура, которая зарабатывает деньги. Ну, если ее попросит, если ее попросит городская власть, то, конечно же, она не может не откликнуться на эту просьбу. Но, с другой стороны, есть, понимаете ли, нежелание слишком глубоко в это втягиваться у коммерческих структур. Есть вопрос репутации, есть то, что называют совестью. Это, кстати, вполне себе работающий механизм. Есть страх. Вот могу вам привести о роли страха. Мы же, на самом деле, не представляем, что испытывает власть. Вот, насколько я знаю, руководство Московской прокуратуры настоятельно рекомендовало своим сотрудникам получить личное оружие. Это в первый раз с рубежа 80-х, 90-х годов. Наверное, это потому, что авторитет судебной системы в России беспрецедентно вырос. Ее люди так обожают, что просто вот без пистолета уже ходить нельзя, понимаете? А кто об этом знает? Вот сейчас благодаря нам и узнают. Но это правда страшно. Я говорю о том, что происходит серьезное изменение, которое внешне не очень заметно. Но они накапливаются, они приводят к качественным сдвигам. Ведь и сдвиги уже пошли. Как говорим, Ихал Сергеевич Горобачев, процесс пошел. Когда он углубится. У вас хорошо получается. А я с ним работал. Ну, тогда понятно. Знаете, когда вы начали говорить про страх власти, мне казалось, что вы скажете что-то вроде истории, о которой вы тоже много писали, про Невинномыск, где был сбит пешеход. Да. И дальше люди решили выйти на протесты. И вот все начали сразу же двигаться. И этого боятся. Потому что Москва пристально наблюдает за вспышками активности в регионах. Это критерий оценки эффективности или неэффективности местной полиции и местной власти. Поэтому они делают все для того, чтобы, а, избежать массовых выступлений, б, того, чтобы эти массовые выступления становились известными. То есть, любая медийная огласка, да, она работает на пользу тем, кто зачищает свои гражданские права. И, наоборот, она выказывает уязвимость властей. Чтобы как-то уже уйти с темы протестов, все-таки хочется поговорить еще про ШИИС. Тоже, опять же, отталкиваясь от того, что вы писали, читая ваш Фейсбук, писали о том, что зачистка полная. Что это означает? Это означает, что принято решение, оно принято на самом высоком уровне, что это выступает нежелательной моделью, образцом для подражания. С этим надо покончить. Но вы должны понимать, мы должны понимать, что есть политическое решение, да, есть его реализация. И между ними пролегает определенная дистанция. Порой она бывает, как у классика, дистанция огромного размера. Что значит зачистить? Значит, разогнать лагерь, он там относительно небольшой, и начать постепенное строительство полигона, и не давать этому лагерю вновь возникать. Для этого можно привлечь силы Росгвардии, значит, потом их надо постоянно там держать. Но дело в том, что это же тайга, это охотники, и они на своей земле. А там железнодорожное полотно, там много чего. И немного знаю этих людей, я имел удовольствие с ними познакомиться. Я должен сказать, что они в защите своей земли готовы пойти на очень многое. Так может уже не строить полигон-то там? А может и не строить. Ну вы же знаете, как устроена наша власть. Пацаны же не отступают. Ну вы же это видите, пацаны не отступают. А если они отступают, то только для того, чтобы потом наверстать. Ладно, но ведь существуют, скажем так, разные формы этого взаимодействия. Например, вот есть Уфа, где запланировали с участием в том числе властей построить хоспис для детей и взрослых. Вот жители пишут письма и говорят, что они не хотят такого соседства, потому что, мол, вид умирающих детей будет расстраивать беременных женщин. И есть вероятность, я так думаю, что власть пойдет, в общем, на уступки. Может она пойти на уступки, потому что для нее это не в данном случае не составит труда, это не вопрос принципа. Но в любом случае, чтобы власть у нас не задумывала, чтобы она не задумывала построить хоспис, ночлежку, мусорный полигон, она всегда плюет на мнение населения или, давайте скажем, по другому обществу. Вместо того, чтобы спросить людей, поговорить с ними и организовать, как это называют, пиаровскую работу, как это было в Якате, вот, строительством, просто катком асфальтовым, мы лучше вас знаем, что вам надо и что здесь будет. Что людей раздражает, даже не раздражает, а приводит уже в состояние бешенства. На них плюет. И им это дают откровенно понять. Разве люди не сами допустили это? Да, они сами допустили. Но когда они это допускали, им казалось, что не совершают рациональную сделку. За это они получали возможность обогащаться. Ну или, по крайней мере, росли их доходы. То есть власть им сказала в нулевые годы, где-то в середине нулевых, значит так, вот наша сделка, вы в политику не лезете, а мы проводим выборы, как хотим, кого хотим избираем, но вы взамен можете на этих нефтяных газовых деньгах обогащаться. Не все, конечно, в равной степени, понятно, но доходы будут расти у всех, и они росли. Это казалось рациональной сделкой для нашего общества. Как вдруг выяснилось, что у вас нет ни денег, ни свободы, ни права выбирать, и вам еще плюют в лицо и говорят, радуйся, что мы тебе не бритвой по горлу полоснули. Мы снова вынуждены прерваться, просто потому что у нас как-то так раз и полпрограммы пролетело, но мы вернемся в эту студию через несколько минут, продолжим эфир. Я напомню, что вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Эхо Москвы и присылать нам вопросы на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Часть этих вопросов я постараюсь в следующей части программы нашему гостю задать, полетовил к Валерии Соловей. Скоро вернемся. Продолжение следует... ...и двусторонние отношения, в том числе договоренностью вокруг ситуации на северо-востоке Сирии. Эта территория ранее была подведена на зону влияния между Ангарой и совместными российско-сирийскими силами. Бинюст России включил в медиапроект «Радио Свобода Северреали» и в список иностранных агентов. Ранее этого требовала комиссия Госдумы, созданная для расследования вмешательства в прошедшие выборы. В сообщении «Радио Свобода» на этот счет говорится, что редакция считает применение закона о киноагентах несправедливым и политически мотивированным. И подчеркивается, что медиакорпорация проводит независимую информационную политику и не является агентом ни одного из государств. Защитники киноцентра «Соловей» подали иск... Они не специально подбирали новости. Ну, это популярная городская новость сейчас. Да, это правда. Ну, когда я слышу «защитите соловья», я внутренне радуюсь. Ну, конечно, да. С другой стороны, снос соловья – это не очень как-то звучит. Да, пугающе. Да, пугающе. Тепла облачно с прояснениями давления 757 мм отгутного столба. Завтра около 4 градусов. Возможно, небольшой трактовременный дождь. Константин Рожников, служба информации о Москве. Реклама. Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по Новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, ванны-комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Своните 495-182-60-00. 495-182-60-00. Пересчет маршрута. Через 30 метров поверните за лимонами. Хм, ну или можно онлайн. Большой кредит в Лукобанке до 5 миллионов рублей от 9,4 годов. Отправь заявку на лукобанк.ру. Банк миллионов. КБ Лукобанкау. Ваша логистика, наша задача. Банк. Доставляем грузы в 100 тысяч населенных пунктов России. Оформите достатку на сайте. Бекон.ру. Или по телефону 660-11-11. Год города 495. Внимание. Информируем жителей города о запуске единой справочной службы ритуалов. Консультации по вопросам. Что делать в случае смерти близкого человека? Что такое прижизненный неравод и ритуальное страдавание? Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище? Информация круглосуточно по телефону. 8495-405-00. Или на сайте ritual.ru. Реклама на радио Эхо Москвы. Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Политолог Валерий Соловей сегодня здесь у нас. Я обещала перестать с вами говорить про протесты и пикеты, хотя очень хочется, но уж ладно. Поговорим немного о другом. В международной политике, которая касается России и Украины, вот будет встреча лидеров «Нормандской четверки», но при этом все говорят, что вот никакой встречи Путина и Зеленского до этой, значит, в таком формате не будет. Почему, как вы думаете, и вообще это будет иметь смысл, вот эта встреча, значит, и… В нормандской формате? Ну да, конечно, безусловно. Это будет иметь колоссальное значение для российско-украинских отношений, и, возможно, это повлияет на ситуацию в Европе. Кремлю нет никакого смысла досрочной встречи двух президентов. Кремль заинтересован, чтобы это была встреча коллективная, и главное, чтобы во время этой встречи в Париже Зеленский публично в присутствии Макрона и Меркель повторил то, что он обещал России, что он готов пойти на выполнение протокола Штанмайера именно в интерпретации российской стороны. И как только он это повторит, после этого Россия скажет, ну всё, теперь ты наш. То есть, подождите. Да, именно этого от него ожидается. И он не сможет там, как карась на сковороде, вертеться. От него потребуют два этих западных лидера. Ну ты же хотел мира. Вот Путин тебе предлагает мир. Давай соглашайся. Соглашайся. Клоун, соглашайся. Мы ждём от тебя этого мира. Но подождите. Вот этого хочет Кремль. Этого хочет Кремль. И он это получит с очень, я не могу сказать стопроцентной, но с очень высокой вероятностью. Поэтому ему нет смысла проводить никакую встречу до этого. Ему надо, чтобы это было сказано в присутствии ключевых европейских лидеров. Чтобы он потом, Зеленский и Украина не смогли с этого трека свернуть. Потому что если шаг в сторону, Москва говорит, посмотрите, видите, там не с кем договариваться о мире. Они не готовы выполнять свои обещания. Они не готовы отводить войска. Они не готовы соглашаться на местный выбор. Они вообще ничего не хотят. Они хотят войны. Мы же вас предупреждали. Но лидеры Франции и Германии неужели... Они будут давить на Зеленского. Макрон совершенно точно, Меркель все равно. Она... У нее очень тяжелый психоневрологический статус. Если она соберется, может быть, это поможет Зеленскому. Но у нее уже особо нет сил защищать Украину. Главное, ни у кого нет желания защищать. Надо это понимать. Почему? Потому что это все очень обременительно. Потому что они эту Украину защищали. Она требует денег. Реформы не проводятся. Коррупция колоссальна. Выше, чем про Януковича. Вот Зеленский пришел, принес надежду. Он обещал Украине мир. И вся Европа надеет, что он, наконец, принесет этот мир. Европа спокойно вздохнет. И сможет начать вести с Россией бизнес из южил. И поэтому будут давить. На Зеленского будут давить. Но, как вы думаете, Минские договоренности – это единственный вариант? В нынешней ситуации Украины, я боюсь, что другого выхода нет. Вот бывают ситуации, когда у вас выбор между плохим, очень плохим и непереносимым. Непереносимое – это война с Россией. Очень плохое – это сохранение статус-кво. И просто плохое – это мир на более или менее российских условиях. Что сейчас Украине предлагают. И Зеленский с этим, в общем, согласился. Ладно. А если Зеленский действительно поступит так, как вы сказали, почему он… Ну, это разве плохо? А я же не говорю, что плохо. Я говорю, чего надо Кремлю. Ему надо, чтобы он не просто поступил, как надо, России, Кремлю. Ну, в данном случае, может быть, не стоит отождествлять Россию и Кремлю. Но чтобы он это сказал в присутствии ключевых европейских лидеров. Чтобы это получило международную легитимацию. И чтобы он тогда не смог выпрыгнуть. То есть сейчас формально он может выпрыгнуть, потому что это не он заключал Минский договор. Ну, он может попытаться лавировать, как-то перехитрить, говорить, да я не то имел в виду, да вы меня не так поняли. Но когда он скажет в присутствии Макрона и Меркель, что я согласен, вот с этим, с этим и с этим, назадхода не будет. Так может, правда хорошо? Ну, может, мы как-то в сторону мира пойдем? Мне бы очень хотелось надеяться. Но помните эту шутку, которая пела в 2014 году? Кремлю нужен мир, желательно весь. А я могу сказать, что она актуальна. Ну, уж по крайней мере, если не весь мир, то преобразованная Европа, да. А вот вы сказали, что это будет иметь встречное значение не только для России и Украины, но и для Европы будет. Совершенно верно. А почему для Европы? Ну, что, они придут, посидят, послушают, скажут, ну, хорошо, ладно, вы договорились, идите действуйте. Потому что, возможно, такое развитие событий, оно носит пока гипотетический характер, но в планах оно присутствует. Потому что, когда строится план, они предусматривают различные варианты, которые повлияют на Беларусь после этого и повлияют на Прибалтику. А на Беларусь каким образом? Ну, то есть... В сторону тесного сближения с Российской Федерацией. Ну, куда дальше-то? Есть еще резервы, есть, есть еще неохваченные в Беларуси места, куда не перешел бы русский бизнес и слишком высокая степень свободы с точки зрения Российской Федерации у Александра Григорьевича. А, подождите, у Лукашенко степится, не внутри Беларуси вы имеете в виду? Да, да, да. А то сейчас я как-то... Нет, не внутри, а то... У плохего немножко. Да, ёкнуло что-то внутри. Абсолютно, да. А Прибалтика? Ну, и Прибалтик тоже, это, понимаете, русофобию, там развели русофобское гнездо. Ну, какая там уже, давно нет никакой русофобии там, там уже все хорошо, Прибалтик это явно не про нас. Вы знаете, с точки зрения Кремля, они все так уж хорошо, там не так, ну, не так, как бы ему надо. Вот, потому есть далеко идущие планы. И мы посмотрим, как они будут разворачиваться. Никто этого точно не знает. Это вообще невозможно предсказать. Я говорю о том первом шаге, который будет сделан, да, 9 декабря этого года, и о том, какие есть намерения, какие из них реализуются, в какой последовательности, все ли, этого никто не знает. Но я хочу, чтобы наши зрители и слушатели поняли, Владимир Владимирович человек не склонный к импровизации. Это глубочайшее заблуждение. Все, что он делает, это, как правило, тщательно, эшелонировано, продумано и готовится заблаговременно. И готовятся самые различные варианты. Будет интересно, действительно, сейчас. Да, я думаю, что очень интересно будет. Мне кажется, все заинтересовались. Тут есть несколько вопросов от наших слушателей. Первое, это все спрашивают, собираетесь ли вы баллотироваться куда-нибудь в ближайшее время. Всем кажется, что вы строите политическую карьеру. Я, да, я вхожу сейчас в политику, а буду ли я куда баллотироваться, это зависит от общей политической динамики. Сейчас я ничего не могу предрешать. Я буду заниматься тем, что я считаю наиболее важным не для меня, а для страны. Вот так я бы сформулировал. Не для вас, а для страны. Для страны, для общества. Высокопарно звучит. Это то, что я ощущаю. Еще спрашивают, раз уж мы про 2011 год заговорили, вот за прошедшие 8 лет с 2011 года до этого, лично ваши взгляды сильно протерпели изменения? Никаких. Практически никаких. Я, может быть, идейно, они как-то модифицировались, да, и, наверное, я стал гибче даже не столько в политическом плане или идеологическом, сколько в плане понимания того, сколько идиотов нас окружает. И с ними все равно надо как-то ладить. То есть психологически. Но я следую когда-то выбранным мной путь. И я с него не сверну. И третий вопрос про Алексея Навального, который будет в следующем эфире у нас, тоже про протесты и про Алексея Навального. Мол, ходили ли вы с Алексеем Навальным разговаривать по поводу вот этой вашей акции Дня гражданской солидарности? Он как-то помогает, участвует, нет? Нет, Алексей в этом никак не участвует. Акции открыты для всех. Все, кто хотят к ней присоединяться, пожалуйста. Вне зависимости от поддержки. Вне зависимости от политических взглядов и идеологических симпатий. Еще одна тема довольно большая и серьезная. Это стрельба в школе. И вот сразу возникает... То есть мы видим реакцию властей на эту стрельбу в школе. Мы еще после Керчи слышали, что нам обещали, что сделают все, чтобы такого не повторилось. Но это повторяется. Что в этот раз запрещать будут, как вы думаете? Вот вы очень ясно сформулируете, что запретят. Я думаю, что повысят возраст владения оружием. И что-нибудь еще в таком же духе. Потому что запретить, отнять, это проще всего. И более того, это именно магистральное направление отечественной мысли. Ну, те, кто у нас сейчас во власти. Надо избавиться вообще от всех потенциальных игроз. От гипотетических. Можно было бы запретить рогатки, они бы запретили и рогатки, поверьте. Но пока не в состоянии. Как вы считаете, насколько интернет влияет, в плохом смысле, безусловно, в том числе на таких... Интернет влияет как раз позитивно. Потому что это очень серьезная возможность сбросить напряжение. Социальная сеть – это не источник агрессии. Она помогает ее снимать. И есть исследования, которые это показывают. Сейчас мы снова обсуждаем сегодня, точнее, мы снова обсуждаем дело седьмой студии Кирилла Серебренникова. Я бы хотела спросить про цитату, которую в том числе СМИ опубликует. Цитат прокурора. Следователя, да. Который сказал, что от таких, как вы, общество нужно защищать. А он же правда так думает? Как считаете? Да, правда так думает. Я могу вас уверить, что те люди, которые заняты защитой нацбезопасности, они считают Серебренникова врагом. Он был в списке мишеней. Они считают, что любая антиправительная активность в интернете, она исходит от западных спецслужб. Что это не люди так настроены, что это западные спецслужбы. Вот они... Как в советское время считалось, что антисадские анекдоты выдумывают ЦРУ. Стиль мышления ничуть не изменился. Они же... Я понимаю, когда это в советское время, но сейчас-то есть тот же самый интернет, они же могут пользоваться. Вот, Ирина, проявите эту психологическую гибкость, которую я научил с 2011 года. Допустите, что рядом с вами существуют люди с совершенно другими системами ценностей, культурными парадигмами и взглядами. И мы живем с ними в одном обществе. Я не против жить в одном обществе с людьми разных взглядов. Но, к сожалению, не слишком влияет на нашу жизнь. Я согласен. Вот этот вопрос, да. Ну, значит, нам придется как-то их чуть-чуть подвинуть. Чуть-чуть подвинуть. Да, я думаю, чуть-чуть подвинуть. Мягко, законно. Безусловно. Мягко, мирно. 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 Давайте вот мы сделаем акцент на это. Мирно. Хорошо. Давайте мы на эту точку поставим. Это была программа «Особое мнение» политолог Валерий Соловей. Максимович, я разве не в 47?